За ВДВ, как за каменной стеной. У бойцов крылатой пехоты 2 августа главный праздник. В этом году голубые береты отмечают 87-ю годовщину образования войск. В Иванове традиционно праздничные гуляния начались в сквере десантников. Оказалось, в органах исполнительная власть региона и есть представители крылатой пехоты. Зампреда Сергея Зобнина армейский опыт не раз вручал в жизни. Все, что дала эта служба, оно сегодня помогает в жизни, в работе, закалка, боли. Твердость какая-то характера. То есть вот эти все навыки, они пригодились. Я даже не ожидал, что там через 30 с лишним лет это когда-то мне пригодится. Терпение, выдержка, вот это все. А так служба в воздушных десантных войсках, она хоть и почетная, но очень сложная и трудная. Она действительно славная, она нужная. Это служба настоящих мужчин. Целая дивизия настоящих мужчин базируется в Иванове. В 98-й гвардейской служат более сотни бойцов. В честь праздника выходные получили не все. Служба превыше всего. Те, для кого армейские будни остались в прошлом, в этот день традиционно примеряют старую форму. Встречаются с товарищами по службе и вспоминают. Друзья, которые прошли вместе и первые прыжки, и многокилометровые марш-броски, навсегда становятся братьями по духу. Десантное братство, оно куется как раз именно в условиях таких жестких, где каждый зависит друг от друга. И поэтому все, кто прошел эту школу, они знают и понимают, что в той ситуации, в том случае и в тех обстоятельствах без плеча своего однополчанина, друга и сотрудничества невозможно просто выжить. Бывших десантников не бывает. Тот, кто однажды надел голубой берет, принял присягу, навсегда остается верным своему долгу, готов встать на защиту Родины. «С неба на землю и в бой» – это девиз воздушно-десантных войск. Истинные голубые береты верны ему всегда.